здравствуйте уважаемые зрители вы на канале о рукоделии и путешествиях и сегодня я вам покажу как связать вот такой красивый узор он называется ананас состоит только из лицевых и изнаночных петель вот такие симпатичные ананасики вяжутся очень быстро просто узор простой раппорт 3 петли ширину и 4 ряда в высоту вот так он выглядит шерстяной пряжи образец вязала специально и вот так в хлопке оба образца связаны спицами номер 4 наверное удобнее показывать на этом на оранжевом на нем буду показывать как вязать на этом образце набрала количество петель кратное 3 плюс 2 кромочные кромочную снимаю дальше через три петли протянуть лицевую сделать накид и еще одну лицевую 3 вместе и из них вывязать 3 петли и дальше до конца ряда точно также лицевая накид лицевая из трех петель лицевая накид лицевая именно вот в этом ряду и формируется рисунок вот эти ананасики такие импровизированные лицевая накид лицевая в конце ряда последние три петли провязываем точно также лицевая накид лицевая кромочная лицевая 2 ряд все петли изнаночные на изнаночной стороне тоже узор смотрится симпатично вот с этими перехлестами такими дырочками тоже симпатично можно даже использовать изнаночную сторону этого узора а можно сделать изделие двусторонний третий ряд все лицевые четвертый ряд все изнаночные начиная с пятого ряда мы повторяем рисунок еще раз повторю первый ряд узора только шерстяной пряжи шерстяной пряжи это такой узор более объемным выглядит и таким тепленьким можно сказать он хорошо тянется можно связать симпатичный такой джемпер при этом будет теплым и ажурным из трех одну лицевую накид накид я вот таким образом делаю можно набрасывать вот таким образом пряжу главное в этом узоре не способ каким вы делаете накид а чтобы этот накид всегда делать одинаково в каждом из раппортов чтобы петельки вот здесь при провязывании были ровненькие и одинаковые в каждом раппорте поэтому каким способом делать накид вот так либо вот так тоже как вы привыкли дальше один ряд изнаночными петлями лицевыми петлями еще раз изнаночные и в лицевом ряду повторяем из трех 3 этот узор можно вязать не обязательно так симметрично один над другим чтобы получились такие вот ананасики можно его немножко сдвинуть на одну петлю каждый раз двигать чтобы они немножко были в шахматном порядке я таким образом сделала вот в этом образце вот этот кусочек у меня связан один над другим а дальше вот здесь немножко со сдвигом вот я здесь оставила одну лицевую и сдвинулась на одну петлю но соответственно здесь у меня в конце 2 лицевых но мне кажется что даже незаметно что тут как-то что-то поменялось вот этот кусочек так она по дырочкам разве что можно ориентироваться а в этом кусочке они немножко сдвинулись немножко по косой пошли начало образца раз два три 4 рапорта я связала вот так один на других а дальше 3 рапорта я связала со сдвигом вот тут оставила одну лицевую и вот раз два три немножко со сдвигом они пошли так тоже можно сделать не очень же хорошо видно что тут немножко пошел сдвиг эти два рапорта я уже связала так же как в начале один она носит на другим а эти три рапорта связаны с со сдвигом на одну петлю такой простой узорчик можно сказать элементарный не такой симпатичный результат планирую таким узором связать себе серый джемпер мне кажется что в сером замечательно смотрится в хлопке он такой немножко грубоватый мне кажется что в хлопке он подойдет по плотности наверное для какого-то летнего больше кардигана или какой-то может быть накидки но не для топа потому что достаточно плотный получается такой но и пряжа здесь хлопок у меня толстая если узор вам понравился и видео было полезным и интересным жду вас на своем канале спасибо за внимание всего доброго до свидания